Всем привет! Это Таня Матаня. Мы отправляемся опять в деревню. И в том году я снимала замечательный сериал «Городские». Это серия влогов. Многим она понравилась. Спасибо, кто меня смотрел тем летом, несмотря на то, что вы отрывались от отдыха. Но у меня остался маленький-маленький кусочек. И наше путешествие это я начну именно с неба. Потому что оно интересное. Посмотрите, весь сериал смотрите. И остатки прошлого нашего лета. И я постараюсь в этом году тоже немножко снять кусочек лета в деревне. Эх, городские! Эх, городские! Эх, городские! Эх, городские! Это место... Не знаю. Задорожное. Такой пляжик песчаненький. Интересно. Какая Свербева гора? Это самая высокая точка в нашем районе. Аразин при чем здесь? В районе. А он здесь тоже скрывался. И в местах, говорят, где Терсинька, там как раз тоже вот в сторону Свербева гора, говорят, что это по имени был Свербев такой главарь разбойников. Потому что здесь проходил тракт, гнали скотину. И вот, ну, удобно как раз нападать, грабить. А, понятно. А куда гнали скотину? На базар? Куда там торгался? Ну, тут с востока проходил тракт на запад. Понятно. То есть ее перегоняли просто? Перегоняли, да. И вот это вот такая дорога шла. И они останавливались, вот как раз я тебе рассказываю, в сторону Терсинки там есть родник с живой водой. И как раз люди знали о нем, останавливались там. Он был, ну, как, оформлен, скажем, или так, обустроен. Вот, как бы купаленка была. Потом стоял стол. И на нем стоял самовар. Стоял самовар на нем. Под ним было то, что можно было бы развести. То есть дрова огнивая, там, или, как она, кресла, как называется это. За этим, за всем следил служка, который наверху, как раз, возле Березовки, стоит церковь, которая внесена в реестр памятников России. Но она разрушена, и ее сейчас как-то восстанавливают. Там остались руины этой колокольни и части. Вот он служил оттуда, спускался вниз, да, служитель этой церкви. Диакон, как его называют, точно не буду. И он там следил за этим послушанием. Чтобы было все для людей, для путников. То есть это такой святой источник. Для тех, кто сюда приходил, а приходили, приезжали, знали о нем, можно сказать, по России. И приходили сюда паломники к этому ручью. Живой водой, потому что он помогал внутри. То есть он, хорошая вода, очень легкая, которая, ну, своими, может быть, раствор солей такой, который внутри помогал. Очищал. Очищал. Ну, была и купелинка. То есть окунулся. Купелька, да. А оставалась чашечка. То есть можно было в церкви. А вот сейчас все это в каком? Ну, понятно. И про это в основном почти никто не знает. Мало кто знает. Но это надо, наверное, рассказывать. Снимать точно это место. Нужно найти это место. Хотя у нас тут много очень хороших мест, которые, ну, надо любить, прежде всего. И следить за ними. Да, просто следить, передавать из поколения в поколение. Из поколения, да. И дорожить они. А еще точно, я не знаю, вот. А ты вот говорила про мертвый еще здесь. Мертвый. То есть вот ты сейчас проживаешь, а еще мертвый. А это еще. То есть он снаружи, да? Да, который, в котором очень концентрированные соли, которые пить, ну, тяжело. А которые заживляют снаружи. Это вот, ну, как по сказке. Я вот как раз... Может, у вас здесь и есть оно там, лукоморье, направо пойдешь, да? Да, вот. Думаю, ну, не зря, наверное, в сказке. Вот это вот мертвой водой все срастется. И живой водой. Да. Любовь, вы живете в сказке. В сказочном месте. В сказке. А вот этот мертвой водой рассказывал, здесь жил лесничий. Он потом уехал. Тоже я его просто не нашла. Но это опять мое, наверное, это... То есть ты не знаешь, где сам, да, этот... Этот с мертвой водой. Но рассказывал лесничий, что на картах немецких, когда они сюда... Наступали. Наступали. И уже были близко. Да, мы кому-то, они попадались, что этот родник был обозначен крестиком. Что вот соли даже для техники, или для самолетов, или что-то можно их использовать. То есть они знали про этот родник. То есть они лучше знают эту землю, чем мы, да? Он у них был обозначен, что это что-то значит. А мы вообще про него не знаем, что... Ну, не зря же все-таки Германия именно в этот регион пошла. Ведь достаточно много мест, куда можно было там пойти, да, после Москвы. Но почему-то именно вот Волгоградская область и такое наступление интенсивно. Ну, в Волгоградской же области, вот эти вот солевые, тоже в какой-то газете я нашла в Центральный список, это, Баскунчак, Эльтон, вот эти два озера, что в нём, в них раствор соли похожий, даже более концентрированный, чем Мёртвое море. Да, но почему-то вот его не распространяют про него так. Но люди, многие знают, а немцы, между прочим, сейчас там же прочитала, что они туда едут. Едут, там отдыхают, да? А мы едем на Мёртвое море. А мы едем на Мёртвое море. А вот даже говорят, что там есть вот на этих озёрах эти здравницы, какие-то, и вывозить эту соль, вот эти растворы не разрешают. В отличие от Мёртвой, которая везде, пожалуйста. Да. То есть ты только туда можешь приехать? Ну, в общем-то, так говорят, ну, наверное, можно какими-то судьбами всё равно. Ну, понятно. То есть они какие-то лечебные, да? Конечно. Ну, вот так. И это я тоже прочитала, исследовали соли вот этих морей. Ну, а чем оно, собственно, тоже же оно было раньше? Олеаном? Ну, да. Осталось высыхающее. И оно концентрированное. Да. И всё вполне возможно, что... Да. Ну, в общем, это самое. Да. Вот, и люди с заболеваниями тоже, опорно-двигателем системы. Понятно. Ну, давай, прижём, у меня рука устраивает. Давай, прижём. Так. Вот мы приехали. Так. Здесь какие-то ступеньки, да? Ага. Ну, мы на велосипеде близко не подъедем, а спустимся вниз по ступенечкам, пешком. Тут какие-то деревья, тенёчек. Очень хорошее место для отдыха, да? То есть можно днём прийти, тенёчки здесь шелчок пожарить, мусорка обустроена. Ну, и совсем немножко песка. Ну, хорошо. Заходи потихонечку тогда. Вот, какое красивое место. Солнце такое красивое, лучи какие-то прям, да? Ага. Походи. Вау, сколько рыбы! Много? Ага. Кишмя. Киши. Какая-то рыбка большая. Где? Ага, вон она, да? Ага. Это да. Где твоя удочка, рыбак? А? Где твоя удочка? Да, мама, да, мама. Что, в следующий раз с удочкой надо сюда, да? Ага. Смотри, прям. Там в камышке, да, вот так вот встать. Да, Кость? Ага. Мечта рыбака. Место мечта рыбака. Может, так и назовём этот пляж? Давай. Мечта рыбака. Пляж называется мечта рыбака. Ой, это кто там так плесканулся, ты видел? Это вернандатра. А, который ты видел. В общем, не знаю, как снять, чтобы это было видно. В общем, такого количества рыбы, Кость, я не видела нигде. Но мы её немножко расшугали, потому что мы плаваем. В общем, я стою, а здесь сплошная рыба. Вот как её снять. Показать, сколько её. Кость, не плещись, не пугай её. Да, я сниму рыбу, которая просто здесь кишит. То есть у меня такое ощущение, что я в аквариуме. Я такое количество рыбы видела, когда вот я была в аквариуме. Рыбки обрабатывали ноги, они на меня там накинулись. Вот. Вот у меня сейчас такое же ощущение. То есть оно здесь сплошняком. Причём, ну-ка, я попробую через очки поснимать. Вот, у очков фотофильтр. Может, он сработает, я не знаю. Почему у меня нету камеры такой водяной. Да, в общем, я понимаю, что мне нужно запасаться оборудованием. Вот. Там в глубине такие крупные экземпляры. Огромнейшие. То есть я в своей жизни таких и не ловила никогда. Вот. То есть они ходят под моими ногами, эти крупники. Вот. Смеются надо мной, что я без удочки. Ихе-хе, ихе-хе. В общем, кошмар какой-то. Вот. То есть взять с очком, я не знаю. Ну, малька-то, он зачем, он нужен. Ну, и крупного можно поймать прямо. Не знаю. В общем, нужно сюда прийти с удочкой половить. Порыбачить. Да, Кость? Ага. Это место называется как-то около почты, нам сказали. Вот. Какая-то лестница здесь. Такая красота. Камыши. Такой вот пляжик. Видите, здесь такой тоннель для проплывания. А кругом вот уже тянет. Поэтому здесь и много, наверное, вот этой вот рыбы. Много малька. Что, Кость, ты все больше накупался, что ли? Да. Плещется, смотри. О, она плещется. Ну, потому что здесь просто толпы. Стойка, 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 стойка. Покрупнее. Субтитры сделал DimaTorzok